Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня четверг, недельный главы Корах. Мы сейчас все выезжаем, вот у нас группа Балшантову, съездим Меджибуш, потому что Рошходыш месяца Томусов, Рошхош это вообще, Рошходыш это маленький юмки Пуру. Но мы говорим быстренько о другом. Книга Зар, ну самая главная книга Кабалы говорит, что вера начинается с осознания того, что помимо этого мира существует мир грядущий. Есть суд, есть судья. И после ухода из этого мира через 120 лет всех судят. Написано, что Корах провалился живьем под землю и такая мистика не свойственна прямому языку Торы. Это почти единственный раз, когда она четко говорит о существовании, ну то что называется, рая и ада. Гаты ден, гаты ден, рая и ада. Это правда, преступники попадают в ад. Много описывается в мистических книгах об уровнях этого ада, о том, что там происходит. Но мы сейчас не об этом. Мы о другом. Корах не первый, не последний. За слуха первенства полагается поколению разделения, которое было перед этим. Они начали строить что? Громадную башню. С главой в небесах, чтобы на вершине поставить идола с мечом в руках, направленных к небу. И он будет воевать с Богом. Это кажется смешным и по-детски, потому что у комара, воюющего с человеком, есть больше шансов. Там хотя бы кусать может. Ну а когда человек воюет с Творцом, это так смешно, что шансов вообще нет. Ну, Бог их не убил, он только разделил их языки, они уже стали бросаться друг другу молотками в голову. Но человечество не выучило урок, и фараон пытался быть героем. Мы знаем, что он заплатил за это казнями. Он бросил вызов Богу и получил все до рассечения моря, когда тела египетских выкинули вместе со всем. Все. Фараон неверно выбрал соперника. Он мог воевать с Медьяном там в то время, еще с кем-то, но он воевать с Творцом мира решил и понятно. Наконец выучили урок? Нет, конечно. Великий завоеватель Санхирив подошел к Иерусалиму и решил, что он больше Бога. Он сказал, утром этот город ляжет. Ни Санхирива за ночь никого не стало. Следующий кто был у нас? Ну и много таких было. Потом Аман решил не дожить до старости и уничтожить еврея. Вместо этого подарил еще один день веселья и радости. Антиох, который пытался убить и разрушить все. Тип, развешивший храм, его комар сверлил ему мозг. И Гитлер, и Сталин, и все на свете. Загадочная смерть Сталина в Пуре, это вообще песня. Саддам и Хусейн. Все клиенты ада и единого. Правильно ли это? Конечно, правильно. Без вот этого так называемого ада не был бы мир доброты. Разве можно себе представить, как тиран-убийца, убивший миллионы людей, проглатывает яд с хорошим вкусом и заканчивает расчеты с миром. И уходит безнаказанно. Доброта по отношению к жертвам требует, чтобы кровь каждого из жертвы была за убийца заплатили сполна. И это написано. Кровь вопьет из земли. Таким образом, геном, ад, это существенная часть мира доброты. Но если существует мир наказания, существует мир награды, огромный мир, невероятные награды, которая длится тысячелетия, то значит все правильно. Вот человек ставит на кон. Или прожить короткую земную жизнь, весело или как ему нравится. Или работать хотя бы немножко на бесконечность. На жизнь вот эту длинную внеземную. Когда человек едет в поезде и всю жизнь тратит на то, чтобы обустроить купе, это очень странно. Но Бог понимает человека. Он дает нам возможность отстраиваться в этом мире правильно. Только когда ты помнишь о конечной цели бытия. Когда ты помнишь, что ты в поезде. Важно только не впадать в крайности. Важно понять, что материальная жизнь и вообще жизнь в этом мире обязательно должна приносить удовольствие. Только удовольствие разрешенное. Не животное. Это желание творца. Поэтому он сделает мир такой красивый, такой разнообразный, такой цветной, такой многоплановый. В наше время развитых технологий вбыстряются все процессы. Многие люди живут там в этом темпе быстро. Много работают, учатся, мало перекусывают на ходу. Бегом, бегом. Был такой Раф Зелинский, он сказал великолепную вещь. Обязанность человека, кроме того, чтобы сделать мир лучше, устроить свою жизнь так, чтобы ему тоже было хорошо. Чтобы иметь силы дарить любовь окружающим. Изначально неправильно строить жизнь на тотальном самопожертвовании. На отказе от мира там и там от всего это. Ведь несчастный человек не может никого сделать счастливым. А главная религиозная задача быть счастливым и помогать делать счастливым других. Брахавы от слаха, всего самого лучшего. Мы поехали к Балшебтову.